Всем привет! И сегодня я хочу записать вторую часть видео о вещах, которые могут удешевлять ваш образ. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь. Я надеюсь, что эти видео являются для вас полезными. Я очень надеюсь, что они помогают ваши образы делать лучше, чтобы избегать каких-то, допустим, вещей, которые, правда, могут удешевлять наш образ. Вот просто, сами по себе. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь, заглядывайте обязательно ко мне в Инстаграм, там очень много всего интересненького, и поехали! Первая вещь, это просто абсолютный топ-1 в моем сегодняшнем списке, это некачественный искусственный мех или искусственный мех с китайских сайтов. Если вы видите на каком-нибудь китайском сайте или на Алиэкспресс, например, шубу из искусственного меха, мы говорим сейчас именно о шубах из искусственного меха, потому что сейчас этот предмет одежды очень актуален, популярен, и это такой тренд, и все ищут шубу себе какую-то из искусственного меха. Так вот, на китайских сайтах всегда очень некачественный искусственный мех. Я заказывала очень много вещей, поверьте мне, с китайских сайтов, с Алиэкспресс, с Shein и так далее. Какие-то искусственные шубы там покупать не стоит. То есть именно шубы из пушистого меха. Я не говорю сейчас именно о каких-то шубах или дубленках, под овечку или что-то такое. Я сейчас говорю именно о пушистком искусственном мехе. Особенно, если этот мех идет в ярком оттенке. Обычно он, помимо того, что выглядит очень дешево, неаккуратно, он такой идет жесткий-жесткий. И плюс этот мех лезет. Он всегда ужасно сильно лезет. Я еще убедилась в этом, когда заказывала куртки разные с китайских сайтов. Вот когда куртка идет с наполнителем синтепона, там, не знаю, из пуха, это начинает все вылезать и остается на вашей одежде. Так что искусственный мех очень дешевый никогда не покупаем, потому что он никогда не выглядит хорошо. Искусственный мех сам по себе, это как бы искусственный мех, и он изначально уже как бы себя удешевляет. Потому что натуральный мех, он выглядит всегда очень красиво, он блестящий, он ровненький. Так что избегайте дешевого вот такого пушистого искусственного меха, особенно в ярких оттенках. Следующая вещь это принты. Вот я об этом не говорила, сейчас хочу об этом упомянуть. Мы должны всегда смотреть на то, насколько качественный принт на нашей одежде. Когда мы заказываем одежду на сайте, это не всегда можно увидеть, на картинке не всегда можно проверить, но так или иначе, если вы где-то в офлайн-магазине что-то покупаете, всегда обращайте внимание на принт и на ткань, на которую нанесен этот принт. Хочу сразу сказать, что, например, животный принт, какой-то там леопард, дебра, что-то такое, очень неудачно смотрится на каких-то трикотажных футболочках, на таких вот трикотажных-трикотажных лобковых водолазочках, потому что очень быстро выцветает, всегда смотрится дешево. Поэтому избегайте вот, например, анималистичного принта на таких материалах, всегда выглядит странно достаточно. Ну вот, допустим, у меня вот здесь эти штанишки домашние, вот они, вот они такие трикотажненькие, на них нет принта для дома, это нормальная одежда, но если вот на таких штанишках будет животный принт, все, они просто обречены на провал, будут смотреться дешево, так что вот этот момент нужно помнить. И мы говорим о качестве принта, мы говорим о том, насколько он четко нанесен, то есть вы знаете, что у нас бывают фотографии плохого качества и хорошего качества. Например, фотография какая-то в пикселях, это, естественно, не то, что вы готовы будете выложить в свой инстаграм. Также и принт, смотрите, чтобы он не был каким-то размытым, нечетким в каких-то там, не знаю, пикселях или в чем-то таком, чтобы он был достаточно четким и качественным. Плюс, если это, например, какое-то платье в цветочек или там принты соединяются на швах, смотрите, чтобы стыки были более-менее ровными, чтобы этот принт более-менее между собой соединялся и не было так, что вот его тут отрезали, тут отрезали, тут отрезали. Это сразу удешевляет образ. Следующая вещь, на которую всегда стоит обращать внимание, это подклад. Я знаю, что часто на китайских сайтах продают такие вещи, у которых подклад не подшит. Я сама всегда практически на это напарываюсь, когда что-то заказываешь, никогда не видно подкладку. Обычно эта подкладка либо не пришита, либо ее вообще нет. Так вот, вещи без подкладки, вещи с непришитым подкладом или с непришитыми внутри карманами или с чем-то таким. У меня у самой есть такие вещи, но я их всегда ношу так, чтобы этого не было видно. Так вот, подкладка всегда должна быть пришита, она не должна быть отдельно от вашего изделия, она вообще должна быть в наличии. Это всегда делает вещь намного дороже. Если подкладки нет и там отдельные какие-то карманы болтаются, какие-то швы, какие-то, я не знаю, складки, все это внутри болтается и не имеет никакой цельной обработки, эта вещь будет смотреться намного дешевле, чем могла бы. Поэтому, если у вас уже есть такая вещь в гардеробе, просто носить ее так, чтобы вот этих всех элементов внутренних, которые как бы отдельно от всей вещи, которые не пришиты, не закрыты подкладом, смотрите, чтобы этого просто не было видно. Либо носить эту вещь застегнутой, либо как-то это сами пришить, в общем, что-то сделать, и главное, чтобы этого не было видно. Потому что иногда, когда ты идешь, у тебя такой пиджак, допустим, да, и у пиджака нет подклада, допустим, там все карманы, все отдельно, вот так вот ветер раздувает, и все это видно сразу, и это удешевляет образ. Поэтому очень важно об этом помнить, и таких вещей лучше всего избегать. Но, если они у вас уже есть, и они вам нравятся, носите их, просто повторюсь, носите их так, чтобы этого было не видно. Следующая вещь, которая поможет вам выглядеть дороже, это не то, что удешевляет ваш образ, это просто такой совет. Выбирайте стили, которых невозможно выглядеть дешево. Например, классический стиль. Вот во что бы вы ни оделись, в рамках классического стиля, там, не знаю, одежда, сколько бы ваша ни стоила, очень дорого или очень дешево, в такой одежде просто в целом нельзя выглядеть дешево. В самом классическом стиле невозможно выглядеть дешево, на мой взгляд, потому что он сам по себе как бы добавляет статусности вам и вашему образу. И в целом все вещи в классическом стиле, сколько бы ни стоили, всегда выглядят достаточно дорого. Поэтому, если вы, правда, хотите в какой-то день выглядеть супер сногсшибательно, вы хотите выглядеть очень дорого, то выбирайте, например, классический стиль. И еще один стиль, который никогда не выглядит дешево, это такой очень базовый повседневный casual стиль с минимальным количеством каких-либо деталей и элементов. То есть такой очень простой стиль в базовых нейтральных оттенках. На мой взгляд, это вот два таких самых универсальных стиля, в рамках которых можно одеваться вообще в любую одежду, и вы будете всегда выглядеть классно. Следующее, это яркие и темные оттенки в одежде. Если мы говорим об одежде, которую мы там покупаем себе, мы выбираем же, что купить, яркие оттенки могут удешевлять образ, потому что, чтобы брать какую-то вещь в ярком оттенке, она должна быть из невероятно качественной ткани. Вот тогда только она будет смотреться очень дорого. То есть я говорю, например, сейчас про неоновые какие оттенки, про кислотные, про что-то такое. Вот если у вас что-то в неоновых там оттенках, в очень ярких там фуксии или что-то в этом духе, ткань должна быть очень качественная для таких вещей, потому что этот цвет сам по себе выглядит достаточно опасно. Плюс некачественная ткань может абсолютно все испортить, эта вещь будет смотреться очень дешево. И также темные оттенки. Я стараюсь избегать всегда темных джинсов, потому что, например, черные джинсы очень быстро теряют свой оттенок. Они выцветают на солнце, они выстирываются, даже если их потерять один раз, черные джинсы будут уже не черными. Если вы берете какие-то базовые вещи, типа джинсы, я не знаю, там какие-то водолазки, что-то такое, из чего быстро вымывается цвет из таких тканей, типа как джинсовые или там, я не знаю, какой-нибудь хлопок, что-то такое, берите не супер темные, не супер яркие оттенки, потому что яркие могут выглядеть дешево, темные могут быстро потерять свой вид. Следующая вещь, что может вас удешевлять? Одежда с китайских сайтов, но какая? Я сама ношу одежду с китайских сайтов, я ее заказываю, но что конкретно нельзя вообще ни в коем случае никогда заказывать на китайских сайтах, я серьезно уже много раз совершала эти ошибки, я уже точно знаю, что нельзя заказывать на китайских сайтах. Первое это свитеры. Свитеры на китайских сайтах всегда идут из акрила, из 100% акрила, и такие свитеры именно на китайских сайтах почему-то максимально некачественны. Если вы где-то в магазине масс-маркета увидите акриловый свитер, вы даже сначала не поймете, что он акриловый, потому что качество немножко будет выше, чем там на Алиэкспресс или на каком-нибудь китайском сайте. Но на китайском сайте это какой-то просто нереально странный, некачественный акрил, вообще без примесей чего-либо другого, и акриловые свитеры, они всегда скатываются буквально за пару дней и начинают выглядеть ужасно, они становятся все в катышках, они какие-то все становятся подерганные, какие-то пушистенькие, в общем, абсолютно теряют свой вид, тысячу раз пыталась давать им шанс, но все бесполезно, так что всегда обходите стороной акриловые свитеры с китайских сайтов. Следующее, что стоит обходить стороной на китайских сайтах, это джинсы. Джинсы, на мой взгляд, тоже недостаточно качественные на китайских сайтах, потому что я тоже пыталась их заказывать, пыталась давать им шанс, но они всегда недостаточно плотные, они всегда недостаточно хорошо окрашены, либо они не слишком яркие, либо они слишком тусклые уже изначально, либо вот этот синий цвет, который так важен для джинсов, для классических. На китайских сайтах почему-то нельзя абсолютно найти джинсы нормального, хорошего, глубокого синего оттенка, не какого-то синего-синего такого яркого, а именно вот такого синего глубокого натурального оттенка невозможно найти на китайских сайтах. Плюс там джинсы, как я уже сказала, всегда неплотные, если это скини, то в большинстве своем это какие-то, знаете, типа как джеггинсы, очень стрейчевые джинсы. Если это мам-джинсы какие-то, они не будут сидеть по фигуре, потому что я знаю, если у вас, например, очень узкая талия, там, скажем, 60 или до 60, на китайских сайтах невозможно практически найти джинсы, которые бы сидели хорошо по вашей фигуре. Так что не рискуйте, не заказывайте джинсы на китайских сайтах. Можно найти качественные джинсы в обычном масс-маркете. Мне очень нравятся джинсы в Pull&Bear, мне очень нравятся джинсы в Zara, цена не очень у них отличается. Например, в Pull&Bear джинсы можно найти где-нибудь за 1800, в Zara где-то за 2500. На китайских сайтах примерно за такие же деньги можно купить джинсы, но они будут нереально ужасного качества. Следующее, что я тоже не советую покупать на китайских сайтах, это вот прям мой такой топ вещей, которые стоит обходить стороной, потому что они будут удешевлять ваш образ постоянно. Это водолазки. Почему я говорю тоже о водолазках? Потому что если вот эта водолазка, она у меня из H&M, она очень мягкая, приятная к телу, она, ну, вообще, просто никаких претензий, из нее не хочется вылазить, то водолазки на китайских сайтах, как правило, всегда, опять же, идут из акрила. Они, во-первых, неприятные, во-вторых, они скатываются очень быстро и они электризуются. Вот это я просто ненавижу. Базовые, в общем, вещи никогда не берите на китайских сайтах. Бывают, конечно же, исключения. На китайских сайтах можно найти классные какие-то базовые вещи, типа пальто. Вот я недавно на джум, ну, как недавно, в прошлом году купила пальто, базовое совершенно на джум, и оно идеальное по сей день, оно классное, я его ношу, у него хорошая подкладка. У хороший наполнитель, и все в целом в нем идеально. Бывают исключения, но чаще всего базовые вещи на китайских сайтах брать не стоит, потому что база должна быть дорогой. Базовые вещи – это то, во что стоит инвестировать. Вы это носите каждый день, на этом строится ваш образ, и базовые вещи должны быть классными. Рубашки можно заказывать на китайских сайтах, блузки можно заказывать на китайских сайтах, какие-то трендовые вещи только на китайских сайтах заказываем, Потому что тренды это то, что мы носим один сезон Это не важно вообще, какое качество Не стоит тратить огромную кучу денег на какую-то трендовую вещь Если вы знаете, что завтра, там, послезавтра эта вещь уже не будет актуальной Если вы хотите ее буквально один сезон поносить Просто помолничать, поделать фотки Берите это всегда на китайских сайтах Я тренды только на китайских сайтах заказываю А базу уже покупаю какую-то более качественную Далее, это, конечно же, аксессуары какие-то Типа очки, украшения на волосы, бижутерия И, естественно, украшения какие-то Потому что это тоже все одинаковое В масс-маркете это стоит намного-намного дороже, чем на китайских сайтах А качество одно и то же И, в принципе, бижутерия всегда, она достаточно приличная на всех китайских сайтах А стоит очень дешево В общем, да, это было все, что я хотела вам рассказать Надеюсь, что это видео было для вас полезным Если так, то ставьте пальчик вверх Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны Обязательно заглядывайте ко мне в Инстаграм Увидимся очень скоро Всем пока-пока!